это чё за денежка такая это вот я вам принесла 100000 ух ты вот так запросто 100000 материальная помощь гражданам пострадавшим призыве в результате честь чрезвычайных чего там у нас ситуацию ну храни вас господь с такими деньгами ходите и бог чтобы все было хорошо понятно все не дадут но они дают частями да вообще власть молодец мы вот как нам сказали вам владимир владимирович помощь дошла нам и и отдел молодежи и спорта вот у тещи она заслуженный донор россии заслуженный там вот ветеран труда вообще 1937 года рождения софия матвеевна число сегодня у нас так шестое девятый месяц короче цифры вверх ногами и так вот 2023 год роспись поставил а вас валентина по моему а по отчеству просто валентина когда-то были с отечествами теперь просто обыкновенные люди 3 4 5 6 7 8 9 и 10 вообще поэтому то все вы уже считали два раза больше же не будет знаете а то раз пересчитал и больше стало на одну бумажку и военные помогли нам 32 часть это 30 из пятерых двоим я выдала это показатель что я не прогнала дуру но это люди еще видите сейчас не на местах это я получу они живут кто где сейчас на почту приедет мало сыну дай бог чтобы все мирно то это как по телевизору показывает ну будем о хорошем помогай бог очень помогай бог видите кто сильный у кого бизнес еще больше пострадали мы-то еще по мелочи мы уже печку начали топить уже не страшно если человека негде жить даже жилье вот на поэту я ходила на октябрьский там просто вынесено все ворота калитки чего нет у нас у тещи дом полностью все упало окна были папа за пол окна она 100 лет в 15 а на сахарушке верстак вот верстак с тисками с металлом снесло представляете как такая сила сила какая была а поленица поленица за домом была там вода была выше человеческого роста и вот березы стоят уже в конце огорода и вот она как уходила дрова вот эти вот от дубовые вот это чурки на четыре части разрублены на на выше человеческого роста представляете березах застряла вот такая сила была а у китая показывают там вообще там человеческие жертвы там там вообще страшно конечно большие но у нас всегда доходила до калитки только вода но меня хорошо рыбак охотник позвонил александр анатольевич и говорит владимир владимирович то что ты видишь это мультипульте будет сильнее так что давай эвакуируйся но мы не убежали мы подняли все столы занес я военные такие крепкие железные на них поставил двухспальную кровать и на них уже давай все с нижних полок еще фанера все накидывать в мешки поэтому ну одежду хоть мы спасли вот можете зайти посмотреть как там зайдите вот посмотрите и вот ребята сейчас молодцы мчс ребята молодцы мчс вот это но у нас тоже вот полы вот допустим то что было такое хиленькая прогнило вот допустим среди это вот ну это действительно деньги деньги пойдут в дело да вот смотрите это вот сейчас немножко валентина чуть-чуть шаг назад сделайте смотрите это как бы не просто так да это вот смотрите все надо менять это страшно вот сюда вступать это полы надо менять вот здесь да вот сюда по-честному да это это ну вода была это я вам отчитываю что деньги действительно в дело да пойдемте вон веранда отошла ее не оторвало как вот у соседей это это вот ребята спасибо с 32 пожарно-спасательной части пушки предоставляет слушаемся да вот штукатурка вся мчс до 7 ряд это вот руководитель сам расставил людей в первый день анатолий вот там но я познакомился с начальниками караула там с ребятами после 9 штукатурка все отвалилось это надо сейчас все плесень сушить а я солнышко а плиточка да это еще давно давно еще плане смотрите видите это уже пушку чтобы использовать по максимуму да я придумал вот тут вентилятор смотрите аккуратненько знаете вы видите вот так все набил а вот сюда вот сюда встаньте видите набил все все сушится все и выходное и таежное и по косы это вот книги успели мы спасти это домашняя бухгалтерия эти все платежи жена с бухгалтер сама собирать вот книги на которой . выросла уже и . 32 годика вот это все книги вот для девочек так энциклопедии сейчас внуку пригодится фотографии все вот эти вот вот ну слава богу это не убежали не растерялись все это вот видео так на столы вот видите вот так на столы вот 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 видите на столы на кровать а потом уже на кровать все кидали это уже начало плеснить в мешках уже начали вот сушить вот так работе вода была вот допустим это стол на столе у меня сумка была нахоженная такая и в ней были газеты я взяла на продажи журналы кроссворды все все набухло да это на калинина 41 или на советский 51 до это центральная почта наше у нас по подоконник было вот что на улице вот подоконник и у нас на подоконнику вровень короче было вот здесь а за калиткой ну получается по шею я и выйти почему не стал выходить жену вынес на горбушке в первый день двенадцатого числа она уже быть боялась а я вот отделом клинической защиты вот вот здесь вот мебели вообще нету мебели вообще нету сейчас надо все покупать из трех холодильников это я видел как вот холодильник допустим стоит стоит да и смотрите тут погреб погреб аккуратно смотрите и он пошел поплыл потому что внизу пусто да и он все бух хорошо я здесь был я вот крайний третий холодильник успел спасти привязал его приподнял все вытащил из него и приподнял на высоту вот из трех холодильников один остался а так а так вообще вот мебель всю выкинули здесь а была слава да знаете еще 1989 года 1000 это мебель она вся закрытая да там бар и два секретера под книги и под хрусталь все выкинули потому что она разбухла компьютерный стол там все стиральные машинки телевизор он большой еще был такой тяжелый сейчас вот купили вот новый телевизор вот из мебели получается только раскладушка и вот постель то что она но она тоже намокла вот сейчас сушим и еще вот сейчас неизвестно будет вонять она 2 спалкает а это диваны развалились а это просто я использую как подставка вот плесень вот смотрите вон плесень уже все поперла вот но слой небольшой это вот хорошо ребята мчс пушки дали это все батареи уже отмыл батареи черные болеониде как вот там же у нас еще туалет виде виде туалет это что-то для какашки все растеклись она служба садопедстанции молодцы это самое ну сразу приехали все обработали вот видите плесень вот вот все поперла плесень вот видите все плесень ну сейчас будем это самое плова тра дрова же заготавливаю на свой дом видите все заготовлено все уплыло собирал у нас у соседей все это дело ну как бы почти все собрал вот ведь все все штукатуре часа надо сейчас фанеру даже по дешевым по дешевке или арголит под линолеум надо просто хотя бы линолеумом закрыть полы да а так все срывали линолеум здесь фанера была основа теплая такая сантиметровая все как бы вот вот так так что это денежки как бы большое спасибо но это ни о чем вот так вчера женщина носила она заранее получила она сказала печку купила холодильник купила там еще что-то она купила короче сейчас только это печка электрическая 50 тысяч стоит вот так нормальная такая да чтоб с духовкой а котики котики молодцы они каждое утро не на улице живут вас наступайте приходят проверяет меня как этот владимир владимирович поживаешь да нормально это самое тут да тут все свои 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 вот котики как живут смотрите это вот здесь а плот им привязывал ну а настроение хорошее потому что есть чем заниматься вот занимаюсь еще а вы работаете я работаю суворовское училище кашу летний лагерь четыре года подряд три года подряд а вон смотрите борисовки да 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 борисовки вот смотрите триммеры видите вот триммеры вот руководитель николай николаевич генерал-майор вот триммера за это я вот с мая по с мая по октябрь я кашу с мая по октябрь дачи коттеджи вот день открытых дверей 4 июня 4 июня красиво а вон видите вот смотрите валентина как поучество по отчеству я валентина просто просто валентина ну молодцы видите вот трубы вот кирпичные а вон железная вот шаг назад сделайте это гостиница маяк я там четыре года три года подряд учат 4 буду кочегарю это вот получается у меня как раз покос с мая по октябрь и с октября до мая отопительный сезон поэтому у меня весь день весь год а всегда а всегда 24 на 7 вот смотрите просто уже не было 7 лет назад онкология почву удаляли и на нас спасли вот эти бады full life research вот это вот это 4 live .com этого сайта 80 странах это из молозива коров но молозива коров корова если не покормят теленка то она погибнет даже кушали очень-очень так во время войны и люди выживали благодаря если корова в семье есть все и из яичных желтков это вот птица передает эту всю силу следующему поколению рептилии до через яйцо а все кто грудь сосет да это считаются позвоночные млекопитая позвоночные млекопитающие кто выкармливает потомством и вот американцы научились это все из 50 килограммов сухого колострума вот допустим есть молоко жидкое есть молоко сухое до разводим а это из сухого молозива это называется колострум из 50 килограммов сухого берется только один килограмм вот этих вытяжек и в капсулках и вот мы пьем и получается иммунитет как в 20 лет представляете и любое хоть инсульты хоть инфаркт и хоть кто-то писается хоть кто-то у кого-то чужие органы переставлены она как регулятора регулирует кому надо приподнимет иммунитет кому надо уменьшить у кого-то стоматология витилинария там все 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 я и кошечкам давал когда у них глазки там и собачка у меня была чума вот на четыре ноги упала не бегает несколько капсулок и все опять бегать волшебство просто вот это надо рассказать людям и вот так получается человека к человеку от сердца к сердцу строится сеть но из-за этого процентик нам а это еще вот я 20 лет прозанимался почему у меня хорошее настроение я почему почему на своем youtube канале владимир стороженко пытаются вдохновить людей вот 20 лет я отдал вот парфюмерия косметика с франции давайте я вам духе подберу а что это духе ну вот у вас сейчас аромат смотрю легенький такой такой какой-то океаническая свежих цитрус и вот я сразу услышал пробные бутылочки есть пробные есть большие бутылочки я вам сейчас подберу вот подбираешь наносишь человеку там на запястье на правое на левое запястье там на правый вверх на левый вверх если человек сам понимает какой ему аромат через какое-то время но они там первая нота потом вторая потом третья там да и вот французская компания 30 километров от марселя местечка лауш господа саббатеры занимается с 1774 года после чего до нас дошла эта культура мы несем эту культуру дальше вот так вот такую сеть строим а это у меня youtube-канал владимир стороженко меня ребята с челябинской области заметили игорь владимир владимирович но это же долго подготавливать человека по здоровью пока его подготовишь по парфюмерии чтобы он был как вот ну как специалист вот как бы специалист не каждый же сможет на почте работать это ж надо знать и людей и регион да там и в какое время прийти да ну много там навык да точно так а здесь легко просто нехватка денег в семье и вот как мы помните в ссср играли в кассу взаимопомощи помните помните в кассу взаимопомощи в ссср играли вот мы что делали вот мы были грузчики 12 человек мы бросали зарплату ну часть зарплаты в кепку и жребики кому первому получать кому второму но у нас расчет был каждый день и у нас круг замыкался 12 человек через 12 суток и мы не менялись а мы стабильный коллектив а жена вот в бухгалтерии допустим у них коллектив 40 человек и они играют допустим бухгалтерии да у них большой коллектив там в администрации там рядом с администрацией да это управляющей компанией они помогают считать вот эти все если хорошие порядочные люди вот да 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 попадаются такие что не дай бог стабильный коллектив должен быть понимаете и стабильный и вот по кругу они вот так гуляют только это все пятьдесят две страны вот бифри да вот бифри бифри в интернете все может вот шестой год работает порядочно все по честному вот вот я об этом рассказываю вот если интересно давайте обменяемся телефончиками ватсапом я вам что-нибудь пришлют но вообще валентина смотрите если мы в 20 в 24 часа не пришлем друг другу ничего то вы по своей я уеду на вахту косить суворовское училище сейчас вот пал пойдет надо противопожарного безопасности воде я не знаю я пока занимался вот уже 26 сутки я не могу работать заняться потому что вот если бы вот эти пушки я бы уже бы косил но надо же использовать ресурс пушек я потом этой печкой не натоплю а тут она до 39 градусов нагоняет температуру а пойдемте покажу смотрите я сейчас вот видео записал штаб штаб есть чрезвычайных ситуаций заявку подаешь смотрите у ней бак у ней бак получается внизу видите 10 литров соляры ну где где-то где-то до заправленную дают и вообще молодцы помогать я говорю может инвалидам пенсионерам нет владимир владимирович всем кто потопился да смотрите и вот здесь и вот здесь от камер валентина эти вот сейчас 29 градусов в квартире а уж выставили не на сорок пять ну выставляли на 50 ну больше я не знаю а вот 50 они сами выставляют ребята но я буду давать за сорок пять уже как уже первый раз нормально так что это спасибо за денежку спасибо просто это да вы записочку оставьте соседям ну все друзья больше видео на youtube канале владимир стороженко плюс 7 924 123 24 44 спасибо администрации власти за денежку спасибо большое помогай всем бог